Ну чё, пацаны, сидим, ждём полкана, сейчас он подъедет, вяжем его и фастом сваливаем. Вытащил клапу из рота. Опа, а вот он-то и наш голубчик приехал выкупать своего лидера. Гони бабки быстро. Ну всё, хана тебе. Здарова, бро, на связи Арзик, ты попал на шестую серию пути до лидера ОПГ на Блэк Раше. Последняя серия про ОПГ выходила целый месяц назад, поэтому я думаю, что пора бы уже обновиться и снять что-нибудь новенькое. В сегодняшней серии мы с вами похитим настоящего полковника в Сина, после этого сгоняем на ограбление воинской части. В общем-то серия обещает быть очень интересной, ну а ты обязательно подписывайся, потому что на моём канале выходит очень много интересных видеороликов, которые обязательно тебя зацепят. Ну и погнали, 100 тысяч подписчиков до конца лета всё-таки оформим. Спамнимся в мою любимую лидкаринскую ОПГ и после этого летим переодеваться, собственно, в нашу рабочую форму. Впереди нас ждёт большой рабочий день самого обычного новичка в ОПГ. Вылетаем на улицу, нас, собственно, с вами ждали, чтобы показать, как будет происходить процесс похищения лидера полковника в Син. К сожалению, это единственный лидер, который находился в сети, а показывать вам похищение ещё одной девятки не особо хочется, тем более, что ранее мы с вами уже это делали. Кстати, если под этим видео наберёте 1000 лайков, то мы похитим лидера ФСБ. У меня спрашивают, есть ли у меня маска, но у меня, само собой, вроде как там только одна завалялась, поэтому отвечаем, что нужно заехать в 24 на 7, и после этого, собственно, мы с вами именно туда и направляемся. Кстати, в ОПГ ещё есть много чего вам показать, мы ещё ни разу не нападали на конвой в Син, ещё так и не ограбили банк, поэтому, собственно, эта рубрика пока что будет ещё жить. Выпрыгиваем из машины и залетаем в магазин 24 на 7. Как я говорил ранее, масочка у меня одна есть, поэтому быстренько её надеваем, и после этого мы покупаем набор из трёх масочек за 110 рублей. Кстати, у меня там один квестик завалялся. Покупаем букетик за 150 рублей, и давайте подарим его нашему лидеру. Интересно, как он на это отреагирует. Всё, собственно, как видите, условия задания романтик были выполнены, но чё-то он как-то молчит. Наверное, понравилось. Собственно, выбегаем на улицу и ждём, пока нам откроют наш любимый гелик. Раз уж такое дело, можно и на ачивочку, кстати, залутать за выполнение романтика. Кстати, я вспомнил, что у меня нету ремочек, а ещё плюс к этому ещё и квестик был, так что вообще прекрасное совпадение. Снова выбегаем на улицу и уже после этого запрыгиваем в наш гелик. Ну и всё, после этого уже направляемся в сторону ФСИН. Как вы видите, в сети не появились новые лидеры, поэтому остаётся только похищение полковника ФСИН. Собственно, всё, мы уже приближаемся к точке, справа от нас ФСИН, но мы туда не поедем, потому что там зелёная зона, а в зелёной зоне похищать, к сожалению, лидеров нельзя. Кстати, пару месяцев назад мы с вами уже похищали лидера, но тогда мы нарушили слишком много правил, так что в этот раз постараюсь сделать всё более чисто. Через Мейк Ганн крафтим себе 60 патронов на Дезерт Игл и начинаем просто ждать. Совсем скоро должен подъехать наш замечательный лидер. Кстати, натягиваем на себя ещё заранее масочку и смотрите, на миникарте видно какого-то человечка вот там, может это уже наш лидер? А нет, это какой-то ботяра просто походу. Формила опять. Также юзаем аптечку, чтобы пополнить ХП, теперь у нас фулл ХП. К сожалению, нету бронежилета, но надеюсь, что у лидера не будет огнестрела при себе. Собственно, нам доложили инфу, что полковник СИН уже едет и вот его тачка замечательная. Подходим аккуратненько к нему, вокруг нас нет свидетелей, кроме ботинка, конечно. Всё, он на спокойных щах выходит из машины и после этого его уже начинают вязать. Верёвка на поясе. Спокойно, спокойно. Резко выхватил верёвку, верёвка в руках. Быстрым движением повязал человека напротив, человек напротив связан. Дверь закрыта. Открыл дверь и задолкал жертву в машину. Жертва в машине, дверь открыта. Закрыл дверь машины. Кстати, интересно, в какую машину он заталкивал, вот так-то вот уже куда лучше повёл за собой и посадил в машину. Вот это уже выглядит более фулерпешно. После этого прыгаем в наш гелик и отправляемся в сторону маяка. Это, в принципе, ещё одно безлюдное место, там где никого никогда не бывает, но ещё плюсом там нету зелёной зоны. Так что спокойненько выдвигаемся в ту сторону. Такси премиум классы, представляют самые различные услуги. Доставим с комфортом и может даже останетесь живых. В общем-то, если что, обращайтесь. Слышми, открыл дверь. Наш лидер пока что отыгрывает РП того, как высаживает человека из машины. Дверь открыта, как вы видите. И после этого сейчас он его жёстко выединит из машины. Кстати, было бы славно, если бы реально сделали команды, через которые можно было жертву связывать, высаживать, чтобы это всё было хоть как-то через геймплей отображено. А то сейчас получается, что всё исключительно отыгрывается по РП. Если вторая сторона будет не РПшная, то получается, что и самого похищения сделать не получится. Засунул клапу в рот человеку напротив. Ну вот он, конечно, опасный. Кто за вас может сделать выкуп? Хе, интересно, а как он будет говорить с кляпом во рту? Вытащил клапу из рота. Всё, собственно. Картер может спокойно тебе рассказать. Что ты хочешь сказать нам, Картер? Мой сотрудник. То есть он хочет, чтобы его выкупил его сотрудник. Такое, конечно, вполне возможно. Говори номер, если знаешь. Секунду. Всё, собственно. Максим Фадеев достал телефон. Этот говорит номер телефончика. 369-850. Просьба не звонить в игре. Хотя ладно, можете позвонить и сказать, что от Артика. Я тут, кстати, заметил, что пока мы стояли, мой сотрудник немножечко убежал куда-то. Поэтому я быстренько за ним подъехал. Возвращаемся к маяку. Куратненько объезжаем вот тут деревья. И как мы видим по миникарте, тут уже вот подъезжает сотрудник в СИН на своём корыте. Вот он-то заворачивает. И, собственно, сразу же берём его на мушку. Кстати, если вы заметили, то он подъехал на несильной блатной тачке. А вот если бы он ввёл промокод хэштег Курарзик на сервер Ростов после регистрации, то приехал бы на новенькой Бугатте Дива. Не допускай его ошибок и ты, так что качай игрушку по ссылке в описании, если ещё не скачал её ранее. Ну и дальше сам знаешь, что делать. По моему промокоду ты также получишь самый быстрый скин на сервере, крутой аксессуар и випку на 12 часов. В общем-то, буду ждать тебя в игре. Ну а мы продолжаем. Берём Виктора Мур на мушку и, к счастью, он нам должен был привезти целых 100к. Собственно, наш лидер и занимается тем, что прямо сейчас выбивает у него эти бабки. Виктор Мурмур был какой-то несговорчивый, поэтому в него пришлось выпустить пулю. Я клада делал, у меня работа. Как считается, не могу вкл. Если что, он это говорит про анимацию руки вверх. Через слышь мне он прописал, что передал кейсы. Кстати, посмотрите, как фуэрпешно. У Максима Фадеева появился ровно такой же кейс. Где бабки? Передать, как понял? В кейсе лежат бабки, в кейсе. И, собственно, Максим Фадеев говорит через слэшпэй или через трейд. Ну и, кстати, можно считать, что бабки он ему уже передал кейсе. Поэтому, в принципе, особо и нет разницы, где будет находиться Максим во время передачи. Собственно, как я понял, он накинул масочку. Виктор Мурмур передал бабки. И после этого, собственно, мы отпустили лидера и его подопечного. Фух. Ну, повезло молодым, чё сказать. А мы возвращаемся с нашими заработанными бабками на базу. И теперь нам предстоит их разделить. Кстати, мне казалось, что все деньги должны улететь в общак. Но чё-то я посмотрел на форуме и такого пункта не нашёл. Если я ошибаюсь, то обязательно скажите мне в комментарии. Но всё-таки я решил закинуть все бабусики на склад. УПГ всё-таки 33333 рубля. Не такие уж и большие денюжки. А складу УПГ будет приятно. Кстати, тут в моменте чуть случайно 333 косаря не закинул. Но быстренько поправился. После этого мы поехали на поляну. Ну, или как её называют в простонародье, в ИЧ. Масочки у меня закончились. Точнее, осталась одна. Так что давайте фастиком её заюзаем. Последняя кровная масочка осталась. И после этого покупаем ещё один набор. Ну, и, собственно, это уже прыгаем в наш кадиллак. И отправляемся на воинскую часть. Кстати, мы тут неподалёку остановились, чтобы дождаться разрешения от администрации. Потому что без него, ну, на воинскую часть ехать нежелательно. Заворачиваем на КПП. Высаживаемся из машинки. Берём ствол в руки. Ну, и идём, собственно, наяривать. То есть, как видите, тут вообще все подряд едут. Настреливаем по уже раненым солдатам. Конечно, я гений, не спорю. Наши ребята вот уже взломали КПП. Вон бежит какой-то вояка вдали с пушкой. Так что быстренько его отправляем подышать воздухом в лазарет. После этого запрыгиваем в кадиллак. И уже отправляемся на склад воинской части. Тут аккуратненько сбиваем одного молодого. Поворачиваем налево. Поворачиваем направо. Подъезжаем на меточку. И после этого уже останавливаемся. Пока что, кстати, у нас вроде как потерь не было. Что, в принципе, очень даже хорошо. После этого начинаем таскать ящики с материалами. Также я замечаю в деревьях какого-то вояка, который по нам отстреливал. Поэтому быстренько его одной тысячкой отправляем в нокаут. И тут ещё какой-то пацанчик. Я сначала немножечко испугался его. Но потом понял, что бояться нечего. И просто-напросто в огромное количество тык его положил. К сожалению, моего тиммейта немножечко грохнули. Но адреналина у меня не было. Поэтому помочь я ему не смог. Собственно, дотаскиваем все оставшиеся ящики с материалами. И после этого я всё-таки решился немножечко, так сказать, украсть материалов для своего личного пользования. Чтобы крафтить потом патроны можно было. Но мне тут, кстати, интересно, зачем всё-таки решили сбить. Насколько я понял, вообще так сделать нельзя. Но чё-то я опять же никакого пункта про это не нашёл. Если кто-то знает, то обязательно напишите в комментарии, почему многие лидеры агресса на сотрудников, которые начинают воровать материалы себе в карман. Мы подъехали к стене на воинской части. И тут уже наш лидер её благополучно подрывает. Я пока что ремонтирую нашу тачку, наш гелик. Собственно, всё, стенку подорвали. Так что запрыгиваем в наш кадиллак. И после этого уже отрываемся. Никакой погони, никакого преследования за нами нет. Это лишь означает то, что мы успешно украли материал. И теперь нужно просто доехать на базу. Кстати, я решил подать заявочку на безвар состав. Поэтому фастиком сделал скриншот. И уже позже залил заявку. К слову, на момент монтажа видеоролика заявки находятся на рассмотрении. Обязательно дам знать в своём телеграм-канале о том, приняли меня на безвар состав или нет. После того, как мы приехали на базу, мы начали таскать ящики уже в обратном порядке на склад. Заходим на меточку, отходим к закрытому складу и кладём в ящик. Ну и, собственно, всё. Выходим на улицу и всё, больше ящиков в нашей машинке не лежит. Это лишь означает то, что мы всё с вами разгрузили. Ну и, собственно, всё. На этом наша серия по УПГ подошла к своему завершению. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся в новых видеороликах. Всем желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok